друзья всем привет это видео посвящено тому как подвергаются репрессиям в прямом смысле слова журналисты блогеры те кто имеет точку зрения отличную от точки зрения властей официально по конституции у нас свобода слова однако на практике мы видим картину абсолютно другую мы видим то как фабриковалась дело против ивана голунова и если бы это было не москва если бы он не был таким достаточно известным журналистом который работал на крупные медиа может быть и не случился бы прецедент что ивана голунова отпустили я сам являюсь блогером и уже имел опыт общения с полицией когда меня вызывали за мой ролик в поддержку якутского шамана воина александра габышева если не абсолютное большинство то очень многих блогеров которые позволяют себе критику власти вызывают в полицию штрафуют заводят административные уголовные дела кто-то попадает в психиатрическую клинику я даже не буду сейчас перечислять имена этих людей список очень большой кто-то может быть этот список составляет где-то может быть это учитывается но за тот год что я занимаюсь блогерской деятельностью я сталкивался с этим уже очень много раз что youtube блогеры обращаются к своим подписчикам и рассказывают о своих визитах в правоохранительные органы о том что на них возбуждают те или иные гражданские или уголовные дела на мой взгляд это ущемление свободы слова и все блогеры которые критикуют действующую власть находятся под постоянным прессом этой власти на экране за моей спиной вы сейчас видите моего товарища это алан маме он высказал свою точку зрения на происхождение коронавируса он сказал что коронавирус имеет искусственное происхождение хотя до настоящего момента четкого определения даже у самих врачей нет явился ли этот коронавирус продуктом каких-то лабораторных манипуляций или он имеет естественное происхождение и вот в отношении алана завели административное дело по которому он был оштрафован судом на 30 тысяч рублей естественно алан будет опротестовывать это решение и мы в неформальном таком объединение сетевая партия всячески ему в этом окажем помощь и содействие записывая этот ролик я также выражаю поддержку алану еще раз повторюсь что под прессом находятся практически все блогеры все видеоблогеры которые имеют отличную точку зрения государственная дума постоянно принимает новые законы и подзаконные акты которые оставляют все меньше и меньше возможности для выражения своей точки зрения своего взгляда на то что происходит не только в политике но и вообще в обычной нашей жизни алан мамеев очень грамотный и рассудительный человек его высказывание и сложить представление о том что это за человек вы можете в том числе посмотрев и ролики на моем канале мы уже неоднократно записывали с ним стримы и я думаю вряд ли кто-то сможет назвать его человеком глупым или не образованным и вот сейчас он столкнулся с такой проблемой мы будем внимательно следить за тем как будут развиваться события о том какие решения будут принимать вышестоящие судебные инстанции я также буду вас информировать и считаю что за каждое дело в отношении блогера нам всем нужно биться проявлять блогерскую солидарность что мы и делаем в рамках сетевой партии в сетевую партию входят не только блогеры но и обычные люди то есть любой человек может к нам присоединиться у нас нет никаких списков участников у нас нет никакого формального участия то есть вы можете просто поддерживать нас морально но в данном случае аланну требуется поддержка материальная он человек не богатый и даже сумма в 30 тысяч рублей для него является существенной я оставлю в описании ролика номер счета на которые вы можете оказать ему поддержку пусть это будет 50 100 рублей я полагаю много времени у нас не займет чтобы собрать требуемую сумму ему на оплату штрафа пока он конечно же этот штраф платить не собирается он собирается отстаивать свое право вышестоящих судебных инстанций но мы подключили адвокатов правозащитников они сейчас работают и собранные деньги в любом случае будут потрачены на дело либо на оплату адвокатов либо если вышестоящие суды не признают правоту алана то этими деньгами будет оплачен штраф я прекрасно знаю и понимаю что сейчас денег практически ни у кого нет для всех лишние тысячи рублей ее порой не хватает от зарплаты до зарплаты на то чтобы купить еду в магазине но поддержать хотя бы пятьюдесятью рублями мне кажется может каждый 50 рублей это полторы поездки в автобусе поэтому друзья призываю помочь нашему другу поскольку в тех условиях которые сейчас есть которых мы живем помощь может понадобиться каждому из нас при том в любой момент правительство может принять какой-нибудь закон новый не зная о котором вы что-нибудь скажете лишнее слово и получите штраф так что друзья давайте держаться вместе давайте помогать друг другу кто чем может кто насколько может я вот помогаю тем что записываю этот ролик на это у меня пока все спасибо за просмотр всем пока